всем привет в этом видео делюсь опытом эксплуатации такой блесны как у сама профессор это уже не первый мой профессор у меня была двоечка это тройка насколько я помню вес 10 грамм то есть достаточно компактная блесна длина 70 миллиметров достаточно легкая здесь мы видим фирменный усамовский кристаллик это так называемый профессор хелми то есть или хельми с вот таким вот кристалликом но в принципе что касается именно этого элемента я не скажу насколько хорошо он влияет на количество поклевок на результативность ловли в целом но в принципе можно считать что это точка прицеливания для хищника куда хищник бьет ну и попадается в более кстати крупных вариантах это вполне оправданная вещь потому что здесь ставится еще один крючок и при атаке и хищник именно на него и попадает и на хвостовой части мы также видим что хвост покрашена в красный цвет опять же эта точка прицеливания хищник бьет и после поклевки вот получается подсечка и почти 100 процентная засекаемость в случае с этой блесной теперь по блесне первое на что хочу обратить внимание это игра профессора профессор играет довольно необычно но этого и следовало ожидать учитывая его вот такую вот форму при проводке конечно же он как обычная стандартная колеблющаяся блесна способен вот так вот переваливаться но только на самых минимальных скоростях когда мы ведем блесну немножечко побыстрее он начинает немножко иногда прокручиваться в одну сторону другую сторону в принципе это не перекручивает леску или шнур но вертюжок всегда стоит иметь к профессору я нашел ключик не сразу скажу честно водил я его поначалу преимущественно либо равномерной проводкой либо проводкой с короткими паузами но почитав форум и почитав отзывы рыболовов у которых он был дольше чем у меня я обратил внимание на то что при ловле на эту блесну следует все же попробовать давать во первых длительные паузы во вторых даже уже при внешнем осмотре понятно что следует эту блесну попробовать на твичинге поэтому две хороших лучших проводки для ловли на профессора первое это с продолжительными паузами когда мы кладем профессора только когда мы кладем профессора практически на дно но такой проводка я ловлю только при ловле слотки когда можно использовать отцеп ну и в теплое время года потому что потерять эту блесну все же не хочется и второй тип проводки это твич резкий твич достаточно опять же с продолжительными паузами и как на подрывах так и на паузах у сама профессор работает вполне неплохо поэтому могу рекомендовать эту приманку к покупке я думаю и без меня в принципе есть кому ее рекомендовать но еще один положительный плюсик в карму профессора от меня рабочая блесна довольно интересная конечно цена кусается но если вы серьезно увлекаетесь спиннинговой ловлей ловли на колеблющиеся блесны то эту легендарную приманку практически нельзя обойти стороной и в принципе конечно же желательно иметь ее в своем арсенале ну вот этот профессор в частности подходит для ловли на глубинах до двух где-то метров вот так вот за счет своего тонкого тела приманка как приманка по забросу заброс дальность у него средняя вот такой вот мой отзыв обле снег ну сама профессор ставьте лайки подписывайтесь на канал и всем счастливо